Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Эллада – свет, пронзающий века. Какие сюрпризы готовят к открытию курортного сезона? Эксклюзивная информация из первых рук. Мы думаем, что он будет очень ярким, запоминающимся. Мы все это и так делаем. Высший класс пожароопасности. В «Анапе» введен круглосуточный мониторинг ситуации и усиленная работа с населением. Беспокоят именно ландшафтные пожары. Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет уже со следующей недели. Аргументы перевозчиков и мнения экспертов. Основные причины, это все прекрасно знают, это подорожание топлива. На празднование открытия сезона прибыла делегация из Ларисы, греческого города Побратима Анапы, во главе с мэром Апостолосом Калаянисом. Сегодня гости побывали на приеме у главы города-курорта Юрия Полякова. Очень приятно, уважаемые друзья, приветствовать вашу делегацию в гостеприимном городе-курорте Анапа. Нам очень приятно, что ваш муниципальный оркестр примет участие в фестивале «Античное наследие России», который проводится первый раз. История многих тысячелетий связывает наши страны и города. Современная Анапа и греческая Лариса возродили эту связь полтора года назад, став городами-побратимами. После подписания договора о побратимстве дружба продолжает крепнуть. Я хочу сказать, что очень благодарен вам за то, что наши дети из Витязева ездили в Ларису, отдыхали там, принимали участие в мероприятиях. Рассчитываю и надеюсь на дальнейшую дружбу нашу, которая будет крепнуть в интересах Ларисы Анапы, России и Греции. Сегодня в Анапе проживает более четырех тысяч греков. И в ответном слове глава греческой делегации делится впечатлениями. Многонациональная Анапа живет в согласии. И мы и Эльнис, и в основном, мы и тушуросы, адахи. Греки, мы чувствуем с русскими как братья. Точно. Юрий Поляков предложил апостолосу Калаянису скрепить дружественные намерения записью в книге для почетных гостей Анапы. Мэр Ларисы от всей души поблагодарил всех анапчан и лично главу курорта за радушный прием. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Самый высокий класс пожароопасности установлен во многих районах края. Установившаяся жара и ветер увеличивают риски возникновения пожаров. О разъяснительной работе с населением и круглосуточном мониторинге обстановки говорили сегодня на краевом заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В работе КЧС под председательством губернатора Кубани принял участие глава Анапы Юрий Поляков. В центральных и северо-восточных районах Кубани установилась жаркая ветреная погода. Экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности, вести круглосуточный мониторинг ситуации. Такие задачи ставит губернатор. В Анапе увеличение числа возгораний произошло в апреле и мае. Два весенних месяца выдались практически без дождей. Сегодня ситуация с ландшафтными пожарами стабилизировалась. Тем не менее, на особом контроле сельскохозяйственные угодья. Конечно, беспокоят именно ландшафтные пожары. Это те, которые загорания, которые в полях там у сельхозпроизводителей наших. То есть, это, как правило, вы знаете, происходит неожиданно. Но, тем не менее, наши пожарные части справляются сегодня со всем этим. Глава региона подчеркнул, ответственность за земли несет собственник или арендатор к тем, кто игнорирует правила применять самые жесткие меры воздействия. Пожары еще, собственно говоря, недопустимо. Поэтому, если это их территория, их земля, их лес, будьте добры, несите ответственность. Потому что, в случае, в случае, пожарная безопасность. А в противном случае, надо не будет лишиться. Одного или двух лет. После окончания краевого совещания Юрий Поляков поставил задачу перед каждой службой. Кто у нас не сделал опашку своих полей, лесополос? Прямо наказать надо людей, понимаешь или нет? Ну, раз уже все об этом говорят, уже надоело об этом говорить. Если сейчас будет температура постоянно плюсовая 30-40 градусов, проблема, то же самое касается сельхоз земли. Кто собственники? Пусть занимаются. С 1 июня в Анапе действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить сельхоз палы. Уважаемые анапчане и гости города, мы напоминаем, по факту любого сгорания необходимо сообщать по телефону 01-320-94 и 403-90. Особое внимание мы уделяем ландшафтным пожарам, где тоже проводятся мероприятия по окосу, опашке тех территорий, которые могут у нас загореться. Категорически запрещение разжигания костров, использование огня для каких-то целей в бытовых случаях, то есть исключение полностью источника загорания. Нештатная ситуация на одном из аттракционов в развлекательном парке «Джунгли», произошедшая 2 июня, стала поводом для серьезной проверки. По поручению Анапской межрайонной прокуратуры и обращению главы города-курорта, на территории детского парка побывали представители Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Какие выводы сделала комиссия в нашем материале? 2 июня собственники парка развлечений были вынуждены остановить работу одного из аттракционов. Случилась нештатная ситуация, пострадавших, к счастью, не было. Тем не менее, на проведение дополнительной проверки настояли прокуратура и глава курорта. 6 июня по поручению межрайонной Анапской прокуратуры и обращению главы администрации города-курорта Анапы была проведена проверка парка «Джунгли», где 2 июня произошла нештатная ситуация на аттракционе башни свободного падения. Созданная комиссия по расследованию этой нештатной ситуации установила, что администрации парка нарушение правил обеспечения безопасности посетителей и обслуживающих персонала аттракционов в Краснодарском крае не допущено. Более того, в рамках прокурорской проверки были проверены все аттракционы, размещенные в указанном парке. Есть незначительное нарушение. Акт по проверке с нарушениями, направленный в прокуратуру для принятия мер. В полномочия муниципалитета входит регистрация аттракционов. Чтобы ее пройти, собственнику необходимо предоставить пакет документов, в том числе техническую экспертизу. Надо отметить, что в сравнении с результатами прошлого года более стали субъекты малого предпринимательства в этой сфере оказанию услуг более дисциплинированными. Что говорит статистика, на данный момент зарегистрировано более 200 аттракционов на территории муниципального образования. В сравнении с прошлым годом цифра была чуть больше 100. Аттракционы в парке джунгли зарегистрированы в установленном порядке. Дополнительная проверка стала профилактической мерой, напомнившей представителям индустрии развлечений об ответственности. Самолет заминирован. Такой звонок поступил в службу перевоза Канабского аэропорта 5 июня. Сотрудники линейного отдела на транспорте оперативно установили личность звонившего. Им оказался 31-летний отдыхающий из Челябинска. Мужчина признал факт звонка и угрозы взрыва самолета. Свои действия объяснил хулиганским мотивом. Сегодня транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет 5 лет лишения свободы. Необходимо отметить, что с 11 января 2018 года законодателям существенно ужесточена уголовная ответственность за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Кроме того, в предыдущие годы аэропорт Анапа являлся объектом заведомо ложных сообщений об актах терроризма неоднократно. Все звонившие были установлены и понесли установленную законом уголовную ответственность. Цена за проезд в общественном транспорте повысится с 11 июня. В среднем стоимость вырастет на 2 рубля. Причем в Анапе, по мнению экспертов, выбрали наиболее мягкий вариант поддержки отрасли. В других городах из-за роста стоимости бензина и запчастей ситуация намного хуже, так как в Краснодаре нужно будет отдать 26 рублей за поездку. О причинах и последствиях в нашем материале. Транспортные предприятия несут убытки. Сегодня заниматься пассажирскими перевозками, признаются водители, стало невыгодно. В Анапе в преддверии Чемпионата мира по футболу обновили парк. Постоянно идет работа по модернизации подвижного состава. А это весьма существенные вложения. Последней каплей стал рост цен на бензин. Основные причины, это все прекрасно знают, это подорожание топлива. Это одна из основных причин. Подорожание запасных частей, соответственно, подорожание самих транспортных средств. Ну и также большим временем на предприятии легли требования по транспортной безопасности. Это оснащение транспортных средств видеокамерами, видеорегистраторами, мониторами, тревожными кнопками. Все это огромные затраты. Это даже не десятки и не сотни тысяч рублей. Это уже счет идет на миллионы. Поэтому даже тот процент подорожания, который будет, он полностью не сможет покрыть всех тех затрат, которые легли на транспортные предприятия. Не только наше, но и нашего города. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте был вопросом времени. Сдерживали его до последнего. Эксперты торгово-промышленной палаты сделали анализ ситуации. На основе полученных данных было принято решение об изменении тарифа. Выбрали самый щадящий для пассажиров вариант. Перевозкой пассажиров и багажа занимается бизнес. Соответственно, бизнес несет определенные издержки. В этом году рост издержек был существенным, связанным с ростом тарифов на горючий смазочный материал. Дополнительно к этому, те территории, которые попали в зону действия проведения чемпионата мира, ужесточили требования по безопасности. Соответственно, что вызвало существенные финансовые вложения со стороны перевозчиков. Но в результате произведения расчета в соответствии с методикой, утвержденной Медтрансом, рост тарифа составил всего 8%, несмотря на столь существенные изменения по издержкам. То есть, фактически на сегодняшний день рентабельность ведения этого бизнеса в связи с проведением всех этих мероприятий находится под очень большим вопросом. Тем не менее, в транспортных компаниях гарантируют не только сохранить весь объем, но и продолжить работу по улучшению качества пассажирских перевозок. В автобусах уже установлены информационные табло, монтируются системы видеонаблюдения. Кроме этого, на горячие маршруты, где пассажиропоток увеличился, добавят дополнительные автобусы. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Что ни в коем случае нельзя пропустить в эти праздничные дни, что легло в основу сюжета представления к открытию курортного сезона, об этом и не только в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Сегодня гость студии, заместитель главы Анапы Екатерина Боровская. Екатерина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Знаю, что график у вас очень плотный. Сейчас на финишной прямой у нас подготовка к открытию курортного сезона. Вот в двух словах, каким он будет? Мы думаем, что он будет очень ярким, запоминающимся. Мы все для этого делаем. Накануне у нас пошел оргкомитет, достаточно предметный, четкий, интересный разговор. Мы подготовили материал, потом его посмотреть, потом вернуться к нашей беседе в студии. Главе города докладывают о том, где и какие рекламные конструкции будут размещены. Новый курортный сезон Анапа встречает под новым брендом, оставаясь при этом главным детским курортом. Утром 10 июня тысячи самых юных гостей, подобно органавтам, отправятся за золотым солнцем Анапы. Юрий Поляков поручил обеспечить им максимально комфортные бытовые условия, начиная с питьевой воды. Мелочей на таком мероприятии быть не должно. Все необходимо продумать, начиная от электроснабжения, заканчивая встречей нагородних гостей. 2018-й – перекрестный год туризма в России и Греции. Поэтому в программе тема античного наследия России проходит красной нитью. Одноименный фестиваль откроется здесь, на площади перед городской администрацией. Фонтан превратится в сцену. С нее будет звучать греческая музыка, а вокруг откроется галерея работ гончаров, ткачей, резчиков по дереву. На улице Древней Горгипии вернется жизнь. Роль горожан будут играть актеры. Они будут заниматься повседневными делами, разделывать рыбу, ухаживать за домашними животными, просто гулять и общаться. Двери музея будут открыты бесплатно. Гости смогут не только стать зрителями, но и сами почувствовать себя жителями античного Причерноморья. Кроме того, впервые посетителям расскажут про золото Горгипии, украшения, которые находили в этих саркофагах. В течение дня на улице Горького можно будет отведать блюда национальной греческой кухни. Там же откроется винная деревня. С полудня у русских ворот будут формироваться бесплатные обзорные экскурсии. А уже вечером на театральной площади пройдет концерт. Искусство объединяет мир. В нем примут участие коллективы из города-курорта, а также ансамбль из Ларисы, побратима Анапы. Кульминацией праздника встанет выступление группы «Инь-Ян», а также праздничный фейервер. Ну вот у нас в этом году, на мой взгляд, достаточно уникальная ситуация. У нас открытие курортного сезона совпало с федеральным проектом «Античная следа России». Как удалось найти симбиоз этих достаточно самодостаточных тем? Да, это было сделать достаточно сложно, но у нас это удалось. И открытие курортного сезона у нас начинается в этом году, 10 июня, именно с фестиваля «Античное наследие России» в рамках перекрестного года «Туризма России и Греции». Таким образом, мы смогли совместить эти две уникальных линии в единое целое. А какой основной сюжет? Что вы взяли за его основу? Сюжет, я имею в виду открытие курортного сезона. Основа и основной литмотив этого представления – это история города. История города длиною в 2500 лет, где мы можем насладиться мифами, легендами, проникнуться этой атмосферой. Я думаю, что у нас это должно получиться очень хорошо. Ну, понятное дело, что главная площадка, это у нас будет главный действие, развернется на театральной площади. Какие еще площадки городские будут задействованы? Какие сюрпризы готовите для гостей и для жителей нашего города? Программа подготовлена очень обширная. Мы не остановились только на центральной части города, постарались охватить большую территорию. Начнется это все с музея Горгипия, где будут работать интерактивные площадки. Далее в школе Олимпийского резерва пройдет фестиваль по греко-римской борьбе. Далее программа мероприятий продолжится уже на театральной площади. В 10 часов мы встречаем там детское лето. Мы специально подготовили очень интересную для наших детей концертную программу, в которой они смогут принять активное участие, не только быть зрителями, но действительно участниками. Это всегда интересно. Ну и на площади администрации начнется уже с 11 часов. Торжественное мероприятие «Античное наследие России», которые примут участие официальные лица, делегации. Далее это мероприятие продлится там же уже с 18 до 24 часов вечера. Будет работать у нас сквер Гудовича, который всегда пользуется популярностью у наших жителей. Обязательно это «Ореховая роща», которая ставшая для нас уже любимой книжной меккой нашего города, куда приходят любители читать. Их таких в городе очень много находится. Ну и, конечно, вечером на театральной площади мы всех ждем на торжественное открытие курортного сезона, которое начнется в 21 час. Но и в 23 часа небо нашего города озарит праздничный фейерверк. Екатерина Петровна, а что привозят наши друзья из города Попротима Ларисы? Что касается программы наших гостей, то она также насыщена. Они привозят греческий оркестр в составе профессиональных музыкантов и солистов консерватории города Лариса. Сам возглавляет делегацию президент этой муниципальной консерватории. Для нас это очень интересно. Будет концертная программа. Но мы с вами не должны забывать, что само слово «музыка» произошло именно от греческого языка. И я думаю, что в этом году это понятие для нас, так скажем, имеет особый смысл. Ну, понятно, что у нас вот этот праздник, как это сезон, от плана перетечет в другой главный праздник России. Это День России. Какие мероприятия планируются в эти праздничные дни? Да, День России – это государственный праздник. Это очень для нас значимая дата. И прямо с самого утра мы также подготовили целую серию мероприятий, где может найти себе, так скажем, принять участие абсолютно любой. С 10 часов у нас у памятника «Русские ворота» пройдет патриотическая акция. Далее на Театральной площади с 11 часов у нас начинается концертная часть, где принимают участие коллективы города Краснодара. В 10 часов на базе детского лагеря «Энергетик» состоятся соревнования по греко-римской борьбе. Ну и вечером мы всех любителей рока ждем на наш музыкальный летний рок-фестиваль «Родина зовет», ставшая также интереснейшим событием этого дня. Что посоветуете? Вот какие мероприятия ни в коем случае нельзя пропустить в эти праздничные дни? И в каких личных приметий участия? Ну, вы знаете, программа подготовлена таким образом, что человек каждый найдет для себя, для души что-то интересное. Что касается конкретно меня, то, конечно, это открытие фестиваля нашего перекрестного года на площади перед администрацией. Это обязательно, значит, я думаю, что надо посетить фестиваль кухни греческой, которая пройдет на улице Горького. Это, конечно, сквер Гудовича. Это площадки музея Горгипе. Это очень уникальное на самом деле само по себе событие. Ну, и вечернее мероприятие обязательно, это театральная площадь. Я вот тебе уже записываю даже. И, Катерина, спасибо огромное. Спасибо, что нашли время, что пришли. И до встречи на 5 сезонах. Спасибо вам, мы будем вас ждать. Всего доброго. Всего доброго. «Выпусти рыбку». Под таким названием сегодня в Анапе проходит эколого-просветительская и развлекательная акция, которую проводит Международный экологический фонд «Чистые моря». Юные, отдыхающие, легко и играючи изучают историю и экологию Черного моря, собирают морские сокровища и мастерят сокровища земные. А главное – выпустят в реку Кубань мальков самого настоящего черноморского лосося, кумжу и русского осетра. Главная цель акции, как заявляют организаторы, – воспитание экологической культуры подрастающего поколения. Подробнее об уникальном мероприятии мы расскажем в следующем выпуске новостей. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Ветис» – предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Продолжение следует...